Долгожданная дорога В Сарапуле начался ремонт, которого ждали десятки лет Социальный транспорт Еще четыре района республики получили спецтехнику Что мы знаем друг о друге? Удмуртия готовится к этнографическому диктанту Причем тут толбабай, объясни И парад комедий из Курска В республике вновь присоединились к проекту «Взаимные гастроли» Готовность жильцов частных домов к морозам Проверят пожарные инспекторы В Удмуртии огнеборцы активизировали рейды Причина – неблагополучная ситуация прошлого сезона Тогда только за четыре месяца Из-за неисправных печей и проводки Произошло более трехсот пожаров Были и погибшие Роман Вагинов продолжит Улица Самолетная на окраине Ижевска Часто попадает в поле зрения пожарных Вот и сегодня огнеборцы в преддверии зимы Выясняют, как жители подготовили свои дома к морозам В первую очередь проверяют, нет ли трещин в печах Исправны ли электроприборы Указываем недочеты по печному отоплению Либо по электрооборудованию И даем рекомендации К устранению данных нарушений Самые основные нарушения по печному отоплению У многих людей не бывает Притопочного листа Либо он есть, но по размерам Он меньше необходимого Также у некоторых людей встречается Непобеленная печь Именно дровяная печь и дымоход – источники опасности Ижевские огнеборцы поставили эксперимент И наглядно объяснили, из-за чего именно возникает пожар Вот на этих кадрах видно, как обшивка потолка начинает тлеть От огня не спасает даже современный дымоход из сэндвич-трубы Согласно действующим нормам Расстояние от внутреннего канала дымохода печи До горючего перекрытия И при этом это перекрытие защищено Должно составлять не менее 380 мм Мы обошли массу магазинов подобной продукции Ни один короб не соответствует тем размерам, которые предъявляются правилами Сотрудники МЧС напоминают Не стоит перегружать электропроводку Не полениться и выключать на ночь все электроприборы, кроме холодильника В холода старая проводка может не выдержать нагрузку От одновременно работающих обогревателей и других приборов Возникает короткое замыкание Загорается и у нас очень часто по всей длине этот провод А провод тянется по ковру, по мебели А представьте себе, если ночью случился пожар Желательно не использовать для постоянной работы сетевые фильтры на 2-3 часа в день И не заполнять все розетки А еще спасатели советуют установить в домах пожарные извещатели По данным МЧС, только с января по апрель этого года Из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления И из-за проблем с электропроводкой Произошло более 300 пожаров 5 человек погибли Самая сложная обстановка в Завиаловском, Игринском и Малопургинском районах Роман Вагенов, Лядериндяев, Новости В Удмуртии утвердили список региональных и межмуниципальных дорог Которые отремонтируют в следующем году Документ опубликован на официальном сайте главы и правительства республики Всего в списке 18 объектов общей протяженностью более 100 километров На приведение их в порядок потребуется более полумиллиарда рублей Работы будут профинансированы из Дорожного фонда региона А в Сарапуле начали приводить в порядок улицу Которая связывала большой жилой микрорайон с городом Дорожников местные жители здесь ждали десятки лет Из Сарапула репортаж Александра Демидова Это один из микрорайонов Сарапула Поселок КХП Здесь проживает полторы сотни человек Половина из них дети Есть и электричество и газ Однако выбраться из поселка серьезное испытание В школу, на работу и даже в магазин Можно добраться только в болотных сапогах В садик возят, на тележках на таких маленьких На детских колясках В школу ходят ребятишки По грязи По грязи Да их ночью это не видно Три года назад появился проект дороги Но к его реализации приступили только Когда на проблему обратил внимание глава республики Один этап уже позади Здесь появились первые 170 метров асфальта Недавно стартовал второй этап Начались работы по подготовке основания дороги Сейчас идет срезка грунта Порядка трех с половиной тысяч кубов Подготовка песчаного песка Вот подготовка идет тоже порядка трех тысяч Потом ведутся работы по двум водопроходным трубопроводам На сегодняшний день у нас четыре техники бульдозеров работает Один экскаватор Потребность пока небольшая такая вот Часть работ смогут выполнить до морозов Но к асфальтированию здесь приступят только в следующем году Удобнее станет и пешеходам Проект рассчитан Сроком на два года В этом общая стоимость порядком 39 миллионов Здесь будет полностью асфальтированная дорога Сама протяженность 710 метров Здесь будет также освещение уличное Здесь будет тротуар Конечно же благоустройство внешне тоже будет сделано Кстати, в перспективе по новой дороге планируется пустить рейсовый автобус Дорога очень поможет живущим тут людям добираться до города, до работы, до учебных учреждений Это очень здорово Двадцать лет уже люди маятся Машины поразбивали все ходовые Детям очень трудно в школу ходить С большой радостью смотрим на те работы, которые сейчас здесь проводятся И надеемся, что это будет сделано в следующем году Завершить строительство дороги должен в августе следующего года Александр Демидов, Василий Хохряков, Новости Мясная промышленность Удмуртии вошла в двадцатку лучших предприятий страны Также Удмуртия в лидерах по Приволжскому округу по производству муки Молочная отрасль показывает стабильный рост Итоги сегодня аграрии и представители перерабатывающей отрасли подводили на торжественном собрании Работников сельского хозяйства и переработки поздравили с прошедшим профессиональным праздником Первый вице-премьер отметил, отрасль остается республикообразующей В ней трудится более 125 тысяч человек Лучшим сегодня вручили заслуженные награды Ключи от спецавтотранспорта сегодня получили четыре районных комплексных центра социального обслуживания Автомобили приобрели в рамках нацпроекта «Демография» Кого будут перевозить машины и почему их так ждут в районах, расскажет Альбина Валикжанина 21 точно такая же «Газель» уже колесит по районам республики На них довозят пожилых людей старше 65 лет до больниц и поликлиник на медосмотр Сегодня ключи от спецавтотранспорта получили еще четыре комплексных центра социального обслуживания Теперь машины есть в каждом районе республики Транспорт закупили по нацпроекту «Демография», инициированному президентом страны Владимиром Путиным Планировали закупить меньше машин, но с учетом торгов произошли закупки И вы знаете, за счет экономии нам удалось приобрести дополнительно четыре автомобиля И сейчас на последней закупке дилерский центр «Газ» снизил цену, что нам хватит еще приобрести до конца года один автомобиль В Дебесском районе тех, кто может воспользоваться спецавтотранспортом, больше полутора тысяч человек Медосмотр пока прошли всего 30 из них Выручал Шарканский район На своем автомобиле совершали дополнительные рейсы для соседей Теперь дебесцы составят собственный график В планах выезжать в районную больницу три раза в неделю По национальному проекту «Демография» граждане должны пройти ежегодно диспансеризацию Естественно, эти люди, пожилые люди, им не очень удобно добираться до учреждений, медицинских учреждений Тем более в нашем районе нет рейсового сообщения между деревнями в райцентр Эта машина нас выручит За каждой машиной закрепляют мобильные бригады Это водитель и соцсработник Сам автомобиль рассчитан на 8 пассажиров В том числе есть место для тех, кто передвигается на коляске Оно оборудовано подъемным механизмом Министр соцзащиты Удмуртии Татьяна Чуракова находит один недостаток Который нужно, по ее словам, обязательно устранить Здесь хотелось бы добавочно сделать какую-то ступеньку Для того, чтобы пожилому человеку можно было удобно подниматься Вот посмотрите, даже мне нужно достаточно серьезное усилие Для того, чтобы я могла без усилий подняться Поэтому хотелось бы, чтобы здесь была либо дополнительная ступенька Я думаю, что мы с дилером поработаем Расходы на топливо берет на себя республика Средства заложены в бюджете В декабре поступит еще один автомобиль Принято решение отдать его в распоряжение самого густонаселенного Завьяловского района Таким образом, там будет две единицы спецавтотранспорта для пожилых людей Альбина Валикжанина, Василий Хохряков, Новости В Удмуртии вручили премии имени Карепанова-Камского Ее учредили в республике 18 лет назад В память о основоположнике профессиональной удмуртской музыки Церемония прошла на вечере памяти В этом году композитору исполнилось бы 90 лет Его произведения до сих пор вызывают восхищение и у начинающих музыкантов Я чувствую в ней, как какие-то интонации Такие очень знакомые, которые откликаются как-то внутри Народные интонации, которые присущи нашей республике И очень приятные В этом году лауреатами премии стали студенты Республиканского музыкального колледжа Республика готовится к празднованию Дня Государственности В День Народного Единства 4 ноября Удмуртия отметит свое 99-летие И в этот же день будет дан старт году Столетия Республики Главное торжество пройдет в Глазове Именно этот город был первой столицей Водской автономной области Здесь, на сцене Глазов-арена, состоится двухчасовое шоу «Удмуртия объединяет» В нем будут задействованы более 400 человек Пригласительные на церемонию получили 2500 зрителей Естественно, что 2500 зрителей не умещают в себя абсолютно все население Республики Но все желающие смогут посмотреть данное мероприятие, данную церемонию Вон, как на телевидении будет вестись прямая трансляция с мероприятия Так и в сети интернет на сайте нашей телекомпании «Моя Удмуртия» Начало прямой трансляции на телеканале «Удмуртия» в 16 часов Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Подробная программа уже есть в сети интернет А 4 ноября начнет работать сайт «Удмуртия 100 РФ» Где будет размещаться вся информация о праздновании столетия государственности Республики Жители Удмуртии приглашают написать этнографический диктант Акция назначена на 1 ноября Главной площадкой в Республике в этом году, как и прежде, станет Дом дружбы народов А самая неожиданная – резиденция Толбабая Поддержать сказочную тематику организаторы предлагают и другим регионам Продолжит Елена Буховская 1 ноября промо-ролик большого этнодиктанта будут транслировать по всему миру Акция проходит уже четвертый год, а придумали ее в Удмуртии Теперь диктант пишет весь земной шар В прошлом году участниками стали 400 тысяч человек Я думаю, что вот это ощущение голода по этнокультурной информации По объективной информации о красоте и разнообразии народов нашей страны Это чувство присуще не только нам, а абсолютно всем Живя бок о бок с огромным количеством людей разных национальностей Хотя бы элементарную информацию должны знать Как и прежде, в этнодиктанте будет 30 вопросов, 20 общих для всех и 10 региональных На написание 45 минут, максимальная сумма баллов – 100 А вот организованных площадок в этом году в Удмуртии добавилось Их больше двух сотен по всей республике Каждый год организаторы предлагают самые неожиданные идеи Диктант уже писали в трамваях, самолетах и даже в космосе А в этом году Удмуртия запускает своеобразный флешмоб национальных Дедов Морозов В этом году это у нас в Удмуртии усадьба Толбабая Мы запустили клич по другим регионам, чтобы у нас другие Деды Морозы подключились И сегодня вот отзвонилась я, Великий Устюг подключается То есть в резиденции российского Деда Мороза также будет организована Помимо того, что там сам Дед Мороз, Снегурочка, вообще вся его свита Плюс любые желающие смогут прийти к нему в резиденцию и написать диктант Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках На официальном сайте Большого этнографического диктанта С 1 по 4 ноября будет организовано онлайн-тестирование Можно будет пройти онлайн-тест на сайте miratna.ru Но на сайте 30 вопросов, они все федеральные То есть на площадках это 20 вопросов федеральные, 10 вопросов региональные На сайте вся страна пишет единые 30 вопросов федеральные Старт масштабного проекта во всех субъектах России и за рубежом 1 ноября в 11 часов по местному времени Елена Абуховская, Юрий Зелененький, новости Удмуртия вновь присоединилась к акции «Ночь искусств» В республике она пройдет уже в седьмой раз 3 ноября дольше обычного будут работать практически все музеи, театры, галереи, библиотеки И даже зоопарк республики Всего запланировано более 400 мероприятий Самое главное, что в этих мероприятиях учреждения культуры покажут то, что не показывается в ежедневном режиме Например, очень долгожданными являются экскурсии в музеях, в фонды, куда вход запрещен в обычные дни К акции присоединились все города и районы республики Напомню, «Ночь искусств» впервые прошла в Москве 6 лет назад Сегодня она охватывает практически все регионы страны Больше 1200 километров преодолели артисты Курского драмтеатра, чтобы приехать в Ижевск На сцене стартовали обменные гастроли двух театров, нашего, драматического и курского Какие постановки привезли и чем будут удивлять, выяснил Роман Вагинов Вот с этого момента жизнь обычной деревенской семьи переворачивается буквально с ног на голову Когда директор клуба замечает интерес городского художника к своей возлюбленной Предупреждает паренька, что семья не в себе, со справками То же самое он рассказывает хозяевам о новом постояльце На сцене восстаряется атмосфера подозрительности и недоверия Предугадать финал комедии невозможно Пьеса, написанная в 1991 году, про развал нашего замечательного Советского Союза Когда было всем трудно, когда было всем плохо И эта комедия, ну как правильно сказал Александр Сергеевич, наш режиссер, он сказал Это русская комедия Поэтому эта тема близка, мне кажется, всем, любому поколению Пьеса «Семейный портрет с посторонним» – первая в параде комедий Курского драматического театра С гастролями артисты приехали в Вежеск всего на шесть дней и привезли свои лучшие постановки Уезждем и волнуемся, и очень надеемся на то, что наши спектакли придутся по душе А мы будем стараться Тем временем наши артисты из русского драм-театра сейчас стараются для Курска Такие обменные гастроли позволят зрителям, не уезжая из своего города, знакомиться с новыми постановками Мы пропагандируем русский психологический традиционный театр Без всяких каких-то вот таких вот моментов, когда Гамлета играют без Гамлета Когда из Ромео и Джульетта вымарывают Капулетти У нас не такая история, мы очень уважаем автора в первую очередь И стараемся его раскрыть, а не как-то его там исковеркать, мол, я художник, я так вижу Судя по первой постановке, зритель принял гостей из Курска очень тепло Томан Вагинов, Илья Гриндяев, новости Новостную эстафету принимают мои спортивные коллеги А я с вами прощаюсь, до встречи